В Израиле наступил один из самых больших еврейских праздников – Песах, в честь Великого Исхода из Египта. Иотерик, как главная охранительница семейных секретов и традиций, поделится сегодня ими с нами. Здравствуйте, дорогие подписчики моей Оксанушки. И Оксана говорит, что мои тоже. У нас весенний день, красивый, очень красивая погода. В Твери мы находимся, на севере страны. Все цветет, все порхает, все красиво и замечательно. Пусть и вам, и нам всем будет мирное небо над собой. Амин. Пусть всем людям будет хорошо и повезет в жизни. Теперь, по просьбе моей Оксанки, я хочу вам продиктовать, как делаются харазоты. Это обычная еда, традиционное лакомство. Это обязательно надо делать в Песах. Это состоит из очень-очень вкусных ингредиентов. Это вспоминание того, что наш народ, когда вышел из Митсраима, из Египта, они лепили пряной пресный хлеб, лепешки на раскаленных камнях. И вот этим питались. Мы фантазировали людей с давних лет и преобразили эту мацу в более вкусную еду вместе с харазотой называется. Разные люди по-другому готовят харазоты. А я вам подскажу, как мы готовили всегда. Потому что мы научились от своих бабушек. И бабушки наши от своих бабушек. Это древний рецепт. Это в Грузии, правильно вы научились? В Грузии, конечно. Это так в Грузии готовят? Да, в Грузии это готовилось. Вся Грузия на Песах готовила харазоты. Но каждый по-своему фантазировал. Некоторые добавляли йод, некоторые добавляли апельсины, красное вино натуральное. Но я, так как я у бабушек и прабабушек видела то, что видела, я вам продиктую наш рецепт. И он очень-очень удобный для приготовления. И очень вкусный, и очень полезный. И всю неделю Песаха мы его едим. Да, всю неделю Песаха мы его едим. Если закончилось, мы еще раз готовим. Но если... Сейчас я вам продиктую рецепт, дорогие. Нужен изюм, черный изюм, который называется узбекский изюм. Без косточек. Килограмм изюма помоем в холодной воде. Поставим на сито 10 минут. Там истекает вода. А потом переложим на полотенце, чтобы высушить их. Это очень важно. И также возьмем грамм 700 грецких орехов и пропускаем через мясорубку, как и все остальные ингредиенты. После этого мы готовим, берем 5-6 яблок этого... Как называется? Сорт Голден. 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 Это такой желтый с бананным вкусом, с точечками. Желтое яблоко. Не очень оно твердое и такое сочное. Оно такое мягенькое. Вкусненькое, мягенькое. И очень сладкое. Что подходит к этим ингредиентам и создается одна хорошая масса. Да. В общем, яблоки и 4-5 штуки тоже груши, спелые груши. Мы их очищаем от корочки, от косточек. Режем на такой части, чтобы они свободно... Без труда прошли в мясорубку. Да, прошли в мясорубку. И без кожицы. Без кожицы обязательно. И добавляем где-то 150 грамм миндаля. Если миндаля нету, это небольшая ошибка. Можно и без миндаля. Все это перемешиваем. То, что мы приготовили, я все сказала. А фундук? Фундук еще скажите, что иногда, да? Фундук можно добавить. Фундук, те, которые любят, и эти, еще вкуснее становится определенно. Но если нету фундука, и без фундука не сгрешили, он очень вкусно получается, маменька. Вот все это перемешиваем, детка, деточки мои, в мясорубку. И потом надеваем перчатку. И хорошенечко перемешиваем всю эту массу до однородной массы. Чтобы нигде другого цвета ингредиент не выскакивал. Это все должно было быть одного цвета. Значит, килограмм синего изюма, где-то 700 грамм грецких орехов. Яблок штук 5-6. Желтого яблок без кожицы. И груши, штуки 3-4? Да. Так. И по желанию еще можно фундук и миндаль, где-то 150 грамм, да, вместе? Да. Хороший. Кому желательно, свободно могут. Но если вдруг нету под рукой ни фундука, ни миндаля, ничего страшного. Все равно эти ингредиенты настолько они совместимы и вкусные, что даже человек не почувствует, есть там миндаль или нет. И тот, кто любит корицу и гвоздику, можно добавить по пол чайной ложечки, не больше, и корицы, и гвоздики. Он дает больше пряностей, больше праздника вкуса. Но мы, например, так как мои предки не делали этого, мои привыкли без этого. И я все равно все время делаю. Но я хочу вам подать полный рецепт старинный-старинный-старинный от права бабушек, от бабушек. Ну, в общем, это все перемешивается хорошенечко и кладется в стеклянную посуду желательно. Накрываем крышку хорошенечко и 2-3 часа оставляем без холодильника, а потом уже кладем в холодильник. Потому что, чтобы в холодильнике не остановились передать вкус обмен вкусами, да, между ингредиентами, чтобы они пропитались друг с другом. Чтобы они пропитались. 2-3 часа оставляем при комнате температуру, а потом уже кладем в холодильник. Намазывается на мацо где-то сантиметр слоя, сантиметр слоя и накрывается еще другой мацой. И приятного аппетита! Наслаждайтесь древним-древним рецептом еврейской кухни, чтобы это вам было полезно. И всем желаю, чтобы все встретили Пасху христианскую мирно, чтобы все были здоровы, у всех была душа радостная, все цветет, пусть и ваши души, и наши души, пусть процветают с Божьей помощью. Амин! Амин! Дорогие! Всех люблю, всех уважаю, будьте благословлены от Господа Бога. Все люди на планете. Амин! Амин! Еще хочу добавить что-то интересное. Я думаю, что вам понравится эта история. Пшеница, которую собирают с поля, а идет на Песах, на Мацу, эта пшеница очень-очень охраняется суровым законом Торы. Там не должна попасть ни грамма влаги. И эти должны быть мешки особенные, и в особых барах это хранится. А когда уже подходит время, что должны подготовиться к Песаху, тоже там идет очень быстрая работа замесить тесто. Соль есть? Соль нету, по-моему. Соль нету. Это же пресная. Нет, нет, нет. Вода и мука. Соль и масло. Вода и мука. И это очень быстро готовится. За 18 минут, сугубо за 18 минут, это тесто должно попасть в печи. Если этого не будет, Маца считается не кошерной, дорогие. Потому что нам говорят в старых писаниях, это очень-очень-очень таинство, много таинства в приготовлении Мацы. Это не всем людям суждено понять. Это понимают только одаренные, только избранные люди. И они, и они стараются нам без объяснения многого передать нам то, что они знают. И пекут это в пекарнях, правильно? В пекарнях, в специальных пекарнях. Там ничего не пчется, кроме Мацы. Поймите, мамы. И надо приготовить тесто, и надо их обработать, раскатать. И еще надо дырочки поставить. И за 18 еще меньше минуты это производство должно быть уже в печках. Да. И это очень-очень-очень еще раз говорить. А, да, и хочу я вам сказать. Так говорится в Торе. Мы же благословляем хлеб, когда мы едим его. Есть молитва такая, благословляем Господа Бога, что нам дал хлеб несущий, и что дал нам желание покушать, да, поесть. И еще говорится в пропесах, что первый раз, когда берем Мацу в рот и благословляем, мы просим у Господа Бога первое, самое-самое дорогое желание. И небеса открыты, и нас слышит Господь. Это первая просьба, самая дорогая, самая, даже сказать, неисполнимая, но Бог все слышит, и поможет нам Бог. А потом уже, когда мы едим впоследствии Мацу, пожелаем все лучшие наши пожелания, и будем надеяться, что Бог услышал нас, и это все будет так, как нам передано в Торе, в этой святой книге. Ведь из Торы идет все религии. Тора — это первоначальная религиозная книга, и все религии воспользовались вот этой Торой. Этими знаниями, да? Этими знаниями, да, то, что в Торе дается. Бог велик, Бог пусть пришлет нам жизнь без коронавируса. Пусть все будет у всех хорошо. Аминь. Аминь, аминь. Пусть все будет хорошо, радостно. Пусть каждый человек получит свой кусок счастья. Аминь. Аминь. Этери. Целую вас всех. Люблю. Они хотят построить нам гнезда. Они хотят построить нам гнезда. Смотри на кастик. Смотрите, какой попугай-то. Уже попугай на крышу лежит. Попугай. Когда вы пролезете. Мама, это очевидно. Нет, очевидно. Они летят. Два. 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 Ну что ж, теперь вы знаете этот наш семейный рецепт и можете приготовить это вкусное и полезное лакомство. Готовится оно очень легко и просто И список всех ингредиентов вы найдете в описании под видео Желаем вам всего самого доброго И до новых встреч!